Я изучаю край родной. Региональный краеведческий конкурс детско-юношеских проектных и исследовательских работ под таким названием вот уже в седьмой раз проходит в Раменском историко-художественном музее. Этот смотр носит имя выдающегося русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова. Я бываю на этих конференциях, всегда для себя открываю какие-то новые интересные события из истории нашего края. И, конечно, хочу вас поблагодарить за ту проделанную работу, которую делают ребята и в которой помогают преподаватели. Именно благодаря вам, наше молодое поколение, интересуется историей и открывает для себя новые интересные факты. Конкурс проводится в двух возрастных категориях. В нём соревнуются ученики седьмого по девятой класса, а также старшеклассники и студенты средних профессиональных учебных заведений. В этом году было прислано 25 заявок. В финал прошло 14 проектов. Все работы пристально изучали члены жюри. Оригинальность текстов проверяли с помощью системы «Антиплагиат». Каждый год в каких-то работах появляются открытия первонастоящие, открытия истории нашего Равенского края. Такие изюминки, ну, просто даже не подумаешь, что у нас такое может быть. Членами жюри тщательно всё отсматривалось и оценивалось оригинальность работы, актуальность, исследовательская или проектная составляющая работы, которые выглядели больше как рефераты, без цели, без исследования, анализа. Самое главное, самостоятельное заключение. К ним получали высокие баллы. Также, конечно, обращали внимание и на оформление работы, и на следованию требований, которые были прописаны в положении конкурса. Летопись Кузяевской школы на фоне истории. Станция «Гжель» в декабре 1941-го. Кратово как необычный посёлок. Это лишь часть тем, которые в своих проектах затронули учащиеся. А ещё в этом году пару исследований были посвящены директорам школ, что особенно актуально в год педагога и наставника. Итоги конкурса подведут 26 апреля. Работа всех финалистов планируют объединить в сборник и опубликовать на сайте музея. Виктория Самойлова, Егор Кабанов и Андрей Минкин для программы «Городские вести».